Очень аккуратненько. Сейчас посмотри. Сейчас что-то пониже разговаривай. А ты пила таблетки? Таблетку пила? Угу. За здоровьем своей мамы Нина Рыбак следит тщательно. Зоя Рябушкина в свои 88 лет страдает повышенным давлением, плохо слышит и ходит с большим трудом. Но дочери старается не жаловаться. Говорит, звонит ей только в крайнем случае. Таким, как ни странно, оказалась квитанция за вывоз мусора. Мама позвонила утром мне на сотовый телефон. Была, конечно, возбуждена этим. Я понимаю, каково ей было с утра. И не только ей, а всем пожилым, которые получают данные квитанции. Некорректные данные. Она очень расстроена. В квартире пенсионерка живет одна вот уже два года. Раньше была здесь зарегистрирована ее внучка. Но сейчас она в Екатеринбурге. И в паспорте у нее стоит печать о выписке. А в квитанции начисление за двоих. Об ошибке в платежах Нина Рыбак сообщила в управляющую компанию. Там ответили категорично. Откуда я знаю, сколько у вас прописанных? Кто вам выставил эти квитанции, туда и обращайтесь. Я, естественно, начала дозваниваться в Единый расчетный центр. Сложно это делать, потому что, видимо, обращений очень много. В расчетном центре женщину выслушали, успокоили, мол, старые данные можно исправить. Она сказала, что начисления делаются в большинстве случаев по представленным данным управляющей компании. Значит, управляющая компания, естественно, ничего не проверяла и данные подала, такие, какие у нее есть. Чтобы исправить неточность, собственнику квартиры нужно лично ехать в паспортный стол за справкой. Но проблемы со здоровьем не позволяют пенсионерке даже выйти из дома без сопровождения. Поэтому она решила оплатить квитанции. Лучше заплачу, она похлопочет, а так я никуда не езжу. Хоть мне пенсии не дочистят, я все равно не езжу. Ну, а что делать, сама не могу, так куда. Однако после долгих объяснений, что личное присутствие собственника невозможно, в расчетном центре пошли навстречу, говорит Нина. Приняли необходимые документы по электронной почте и пообещали перерасчет. Но женщина удивляется, столько сил и нервов она потратила из-за чужой оплошности. Мне, потому что нетрудно, я смогла это все разрулить. Девушки меня поняли в едином расчетном центре. У нас нашелся выход из ситуации, данные поправили. Но сколько много такого населения, если с 2015 года никакой корректировки базы данных не было. Осматривая старые мусорные площадки, Нинербак не перестает удивляться и мусорной реформе. Мол, их микрорайоны никакие изменения явно не коснулись. При том, что у многих знакомых начисления казались неверными. Правительство нашей области все время утверждает нам, что подготовительная работа по поводу мусорной реформы проведена в регионе в полном объеме. А что выходит на самом деле? Какие данные, какая база данных у нас подготовлена? Одно радует, в компании ТБО «Экосервис» пообещали всем, кто платил квитанции с неправильными начислениями и предоставил документы об изменениях в числе прописанных или собственников, перерасчет сделают со дня введения новой услуги, то есть с 1 января. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Интертв.